В США людей с ограниченными возможностями стали чаще принимать на работу, а требования к претендентам на вакантные должности стали мягче. Теперь многие агентства по поиску персонала иногда даже закрывают глаза на криминальное прошлое потенциальных сотрудников из-за дефицита кадров. В США рекордно низкий уровень безработицы. По итогам сентября он составил чуть меньше 4%, 3,7%, если совсем точно. Такого в США не было последние 49 лет. Только за прошедший месяц в стране появилось 134 тысячи новых рабочих мест. Экономисты, впрочем, предсказывали, что вакансий появится еще больше, но на рост экономики, по мнению экспертов, повлиял ураган Флоренс. Из-за стихии сильнее всего пострадали розничные торговые сети и сфера туризма. Там рост замедлился. За последний месяц в США выросла и зарплата в среднем на 3%. О достижениях американской экономики сегодня ожидаемо высказался и хозяин Белого дома по традиции у себя в Твиттере. 45-й президент США считает снижение безработицы достижением своей администрации. Впрочем, некоторые скептики высказывают мнение о том, что снижение безработицы началось задолго до появления Трампа в Белом доме. Кстати, интересно, что сам Трамп еще несколько лет назад в своем же Твиттере называл уровень безработицы лживой цифрой, которая не отражает реального положения дел в экономике. Если у Дональда Трампа повод гордиться рекордно низким уровнем безработицы, обсудим прямо сейчас на прямой связи с нью-йоркской студией RTVI Илья Галак, предприниматель и инженер из Нью-Йорка. Илья, приветствую вас. Слышите ли вы RTVI? Здравствуйте, хорошо слышу. Да, здравствуйте, и мы вас хорошо слышим. И, видимо, я признателен вам за то, что вы нашли время пообщаться с нами в прямом эфире. Давайте вот общего к частному. На вашем бизнесе как-то отразился этот бурный рост экономики, о котором рапортует американский президент с такой радостью? В общем-то, да. Если говорить наш бизнес, то я как бы в двух бизнесах. Один бизнес, я работаю инженер, project manager в строительной компании. Мы делаем в Манхэттене небоскребы, в Манхэттене, в Даунтауне Бруклина. И второе, у меня свой небольшой бизнес, manufacturing business, производство вечерние свадебные платья. Но это небольшой. Так вот, то, что касается строительной индустрии, безусловно, отразилось. Очень много работы. Неимоверно много. То есть сейчас девелоперы больше бегают за нами, чем мы за ними. Вот есть возможность немножко даже поднять цены, немножечко даже заработать. А чем вы это объясняете? Что произошло? Что изменилось? Изменилась, значит, общая экономика, когда хорошо идет, когда экономика, в общем-то, хорошая, и у людей появляются деньги, они начинают покупать. В том числе дома, в том числе квартиры, в том числе в Манхэттене, в Даунтауне Бруклина. То есть начинают покупать более дорогой товар. То есть это то, что я, так как я это понимаю, но я это реально вижу, кроме того, что это мое понимание этого дела, но я реально вижу строительный бум. Вот в частности в Нью-Йорке. То, в общем-то, очень хорошо. Несомненно. Скажите, пожалуйста, Илья, вот эти разговоры про рекордно низкий уровень безработицы. Правильно ли я понимаю, что работодателям по факту сложнее найти сотрудников и в каком-то смысле они даже вынуждены нанимать, ну, не всех подряд, но очевидно, что квалификация каким-то образом падает или это не так? Нет, это абсолютно так. Вы понимаете, на мой взгляд, вы понимаете абсолютно правильно. По поводу всех подряд, да, таких всех подряд. То есть, допустим, опять же, если говорить о строительном бизнесе, то даже вот я инженер-электрик, мы делаем электрическую часть, дейта, компьютерные сети и так далее. Все равно мы берем даже всех подряд. Очень тяжело найти, потому что кому-то нужно, допустим, тяжелые трубы таскать, переносить с этажа на этаж, просто кидать кабели с точки А в точку Б бездумно. То есть, мы набираем таких всех подряд, потому что сейчас очень тяжело найти людей. Почему это происходит? На мой взгляд, просто огромное количество людей, все-таки, как я это вижу, сидит на Велфере и не работает им комфортабельно. Значит, там другое количество людей огромное работает на государственных работах, и они стремятся на государственные работы, потому что там, с одной стороны, очень хорошие зарплаты и бенефиты, с другой стороны, я бы сказал, наверное, процентов 70 работ там довольно легкие. Ну, это мое личное мнение. Я вижу, что происходит в агентствах государственных. То есть, людей не хватает. Здесь еще очень зависит от образования. Люди не стремятся и в производство, и на стройку, потому что это тяжелая работа, и они хотят полегче. То есть, на самом деле, я бы назвал, что наша нация немножечко деградит. Немножко разленилась. Да, давайте так. Да, давайте лучше будем использовать это слово, как-то оно все-таки звучит помягче. Скажите, а вот еще здесь было исследование CNN, из которого следует, что теперь агентства, которые ищут людей, ну, хэдхантеры, как принято называть, даже порой закрывают глаза на некоторые криминальные записи в биографии. Вы с подобным сталкивались? Это действительно так? Постоянно. Постоянно. Не только агентства, работодатели. Значит, ну, мое личное мнение, вот я тоже принимаю людей на работу, и мое личное мнение, что всегда надо человеку дать шанс после того, как он это делал, или после того, как он... Ну, это как бы мое личное мнение. А с другой стороны, да, берут, принимают, потому что не хватает. Ну, то есть, получается, такая палка о двух концах, все боролись с безработицей, и хотели, чтобы ее уровень снизился, а вот, с одной стороны, рапортует, что уровень снизился до рекордно, значит, 3,7, и вроде как это прекрасно, а с другой стороны, ситуация такая, как вы ее описываете сейчас. Ну, вы знаете, проблема-то очень комплексная все, это не только там можно разделить по полочкам, такого нет. То есть, например, наше образование, как я уже сказал, если бы люди больше учились в направлении техническом, и меньше направлении, чтобы меньше работать и больше зарабатывать, ну, в общем-то, таким образом. Если бы было меньше бюрократов, а каким-то образом эти люди получили бы правильное образование, правильные технические школы, правильное, в общем-то, то тогда бы, я считаю, эта проблема была бы решена. Интересно, спасибо. Очень много людей, очень много людей не в сфере реального производства. Я вас понял, спасибо. Благодарю вас, Илья Галак, предприниматель, инженер из Нью-Йорка, на прямой связи с Нью-Йоркской студией. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.